Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Константин Ильковский 5 апреля в очередной раз встретился с журналистами краевых СМИ. Одной из обсуждаемых тем стало прошедшее в Япутске заседание Госкомиссии по развитию Дальнего Востока и Прибайкальского региона, на котором Ильковский выступил с докладом о необходимости газификации Забайкалья. «Газификация – это инфраструктурный проект, сродни строительство сети автомобильных дорог, сродни строительство линии электропередач. И подходить только с экономических позиций, выгодно или невыгодно газифицировать, ни в коем случае нельзя». Как рассказал Константин Ильковский, во время обсуждения доклада у него разошлись позиции с «Газпромом», которые считают, что такая территория, как Забайкальский край и Республика Бурятия, должны получить так называемую локальную газификацию. «Создание вот этой так называемой локальной инфраструктуры для газификации или инфраструктуры для локальной газификации, вот по моим оценкам, это не меньшие, если не большие деньги, чем протянуть сюда сетевой газ. Для этого надо перестроить все, начиная от транспортной инфраструктуры, железнодорожная инфраструктура должна быть создана, автомобильная инфраструктура должна быть создана, заправочные станции должны быть созданы, городская инфраструктура, сельская, домовая и так далее. Чего нет у нас на сегодняшний день? Второе, позиция «Газпрома» заключается в следующем. У вас здесь нет потребителя, поэтому газ мы к вам не поведем. Ну так у нас потому и нет потребителя, что газа нет. Вот и все. Поэтому тут я считаю, что все-таки первичен газ, а потом его потребитель. В итоге, по словам Ильковского, доклад о газификации Забайкалья не остался незамеченным. Возглавлявший заседание Госкомиссии, премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение своему заместителю Аркадию Дворковичу провести серию совещаний с Министерством энергетики России и РАО «Газпром» по обсуждению проекта газификации Забайкалья.